С каждым годом мошенники придумывают все новые способы для выманивания денег у доверчивых граждан. Впрочем, хорошо работают и старые проверенные схемы. Аферисты по-прежнему приходят в гости к Ивановцам, представляясь сотрудниками газовой службы или электриками. Они мне написали какую-то бумажку и взяли с меня... Господи... 1200, по-моему. Вот. Я им отдала 1200. Они видели, где у меня деньги лежат. И когда они ушли, я у меня в кармане, смотрю, денег-то нет. Какую сумму они вас в 70 похитили? 70 или 75 тысяч. Замена оборудования на пару тысяч рублей может обернуться куда большими расходами. Чтобы не стать жертвой газовщиков оборотней, нужно внимательно изучить служебные удостоверения и позвонить по телефону организации для уточнения информации. Порой аферисты разыгрывают целый спектакль, делая вид, что проверяют лампочки и розетки. На самом деле выискивают тайник с деньгами. У вас здесь розетка плохая, она вот шатается, она действительно не шатается. Вот. И значит, он до этого еще подходил к ней, он вынул у меня три вот... Как ее... Как она... Как она... Тройник? Тройник. Вот. И говорит, у вас шатается розетка. Ну ладно. И я послышала, и со мной дверка хлопнула у ящика. Говорю, у меня там деньги лежат. Ну и пенсия лежит, и тут скопило немножко. Нередко мошенники маскируются под представителей управляющей компании, а перед визитом развешивают на подъездах объявления, например, о грядущей поверке счетчиков. В случае, если собственники сомневаются, они могут позвонить по телефону управляющей компании и узнать, действительно ли вывешивались такие объявления. То есть, если мы подтверждаем, что да, вывешивались, то и тогда управляющая компания. Если мы не знаем, но кто-то подписался за нас, значит, это сторонняя организация. Главный и единственный способ удостовериться в подлинности объявления – обратиться в управляющую организацию. А прежде чем пустить в квартиру подозрительных сантехников и электриков, нужно узнать, кого они представляют. И уж точно не показывать место, где хранятся сбережения. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ Иваново. Продолжение следует...